Сегодня у Житковичах официально открыли новую вытворчасть. Червоную стушку перерезали каля цеха по вытворчасти палевных гранул. Это экспортно-ориентованное предприемство, которое належит мясовому лязгасу. Где ждут белорусские пилеты, ведут наши корреспонденты. Официально это цех, хоть в посудности вытворчасть представляет собой невеликий завод. Инициатор инновационного проекта, коштом амаль 5 миллионов евро, Житковичский лязгас. Задача по створению пилетных вытворчастей была поставлена президентом Беларуси. У мая минулого года подчас обмеркования пытания от перепрацовцы Драунины. У тымлику низкоякосный. За минулый час у Беларуси побудовали шесть заводов. Зараз распрацовываются проекты еще по шести. Это то, что нам позволит все-таки сделать наше производство, в первую очередь, безотходными. Мы на этих заводах переработаем все отходы лесопиления. Как наши, так и тех компаний, которые регионально расположены возле завода. Второе, это, конечно же, то, что мы и критикуем постоянно главой государства, и у него практически постоянно, если вопрос касается леса, ставится вопрос на ведение порядка в лесу, подобрать то низкокачественное сырье, которое сегодня, скажем, не в полной мере используется. Эти заводы позволят нам это переработать. В этой связи нами уже принято решение о строительстве еще минимум шести заводов. К слову, уже работа активно ведется, уже практически решены вопросы земельных участков. Уже по ряду лесхозов сделана предоплата за оборудование. У жидковицком лесгазе вытворчность пилет и сновала и ранее, але невеликое предприемство не могло перепрацовать у все драуляные отходы. Новая вытворчность дозволит не только значительно повелешить объемы, але и выйти на новые рынки. Палевные гранулы заявляются экспортно-ориентованным видом продукции, что годовый объем их споживания у света постоянно повелешивается, и сегодня досягая 40 миллионов тонн. Найбольш активно пилет выкористовывается в Украинах Усходней Европы, але перспективным можно лишить так само и азиатский рынок. Только Япония огучила планы по повелешению в этом 10-ти годе объему споживания гранул в 10 разов. У жидковицком лесгазе вылучаются мягчимые рынки, и никаких проблем со сбытом не бачать. Новое производство у нас будет производить 20 тысяч тонн в год. Новое производство, в отличие от предыдущего, тот работает у нас на отходах лесопиления на пилках, это работает на щепе и теплогенератор, и само производство пилет из щепы. Значит, щепу данную мы будем получать из отходов деревообработки, которые у нас образуются в месяц где-то 1300 кубов, и плюс дровяная древесина при проведении рубок промпользования, главного пользования, прочих рубок. Интерес есть у многих, но они хотят увидеть продукцию, так как продукция у нас уже выпускается, я думаю, сейчас мы будем изучать рынок, и предложение будет довольно прилично, потому что данный вид топлива пользуется спросом в Европе очень хорошо. После закончения гляду вытворчасти старшиня Аблвыконкама подыходить до жидкаучан. Размова об развитии региональной медицины и на бытии для районных больниц компьютерных томографов, які дозволяюсь выявлять захворывание на ранних стадиях. Доброупорядкование по ширине зоны охопы сотовой сувязью. Еще одна проблема, яка я хвалюю Жихару – створение новых працонных местов. Билетная вытворчасть дозволить прасаулатковать 16 человек, але это недостатково. Люди пропонуют звернуть увагу на социальную сферу. У жидковичах, например, нема дома быту и швейной майстерни. Их открытие дозволило бы начасово створить новые працонные места и повысить узровень обслугования насильництва. Янаць Соловей бере питание на контроль. Да, на самом деле, вы правильно говорите, большого промышленного производства нету. Есть у вас там один заводик частный, который металлом занимается. Есть у вас гидроаппаратурный завод, как это называется у вас? Моторостроительный. Моторостроительный, моторо-ремонтный завод. Потом есть хлебная база, и причастники, ну, железная дорога. Это понятно, что все не всем там. Посмотрим, что можно подумать в этой сфере инфраструктуры, обслуживания населения, создать дополнительно. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гумель» с Житкович.